Пилот как будто знал, где приземляться. Привет всем, ребята! Сегодня у нас очень интересное мероприятие. Мы с Кристиной полетим на воздушном шаре. Ну вот, допустим, первый раз полетим. У меня даже не было друзей, которые тоже летали на воздушном шаре, чтобы спросить вообще, как это проходит, что там делать. Полёт на шаре, он называется над Вильнюсом. Но сразу с утра нам начали писать и говорить, ребята, что-то над Вильнюсом не получается, давайте натракаем. В общем, и мне в принципе всё равно над Вильнюсом, натракаем. Мне интересно сам процесс, сама процедура, как ты будешь лететь, как тебя поднимут, мне кажется, там уже тебе всё равно будет на эти виды. Будет важна вообще твоя безопасность и вот этот адреналин, как мне кажется. Вот поэтому так. Так, и в итоге получилось так, что мы полетим на тракаем. Нас заберёт машина из Вильнюса, потом мы пойдём в тракай, полетаем. Полёт длится час, сама вся процедура длится три часа. В купон входит полёт на воздушном шаре, крещение первого полёта и вручение сертификата, а также страховка какая-то авиационная. Вот, и всё. И вот эта вся процедура займёт три часа. Нельзя пить алкогольные напитки, курить во время полёта, но зато можно снимать на камеру и фотографировать. Вот, ещё рекомендуют одеться потеплее и желательно. Не в платье, не в шляпке, а что-то такое более прилегающее и спортивное. Вот такая погода за окном. Не знаю, что будет дальше. Пока что серые облака и никакого просвета. До отправления 20 минут в тракай. Пока что никаких эмоций нет, никакого страха. У меня есть страх. У тебя есть страх? Да, я боюсь, что мы врежемся куда-нибудь и не приземлимся. Никуда, никаких там рисков вообще нет на воздушном шаре, там всё продумано. Единственное, если не поддует, если поддует ветер не туда, и если какая-нибудь ворона клювом проткнёт сам шар этот корпус, тогда может что-то не так идти. Может, такое возможно? Конечно. Они же летят, не видят, они протыкают, всё рвётся и всё, падает шарик. Ну всё. Капец. Можем не долететь. Не, вот если на тракционы какие-то идти, тогда страшно. А на шаре что-то сел, тебя подняли, там ты посмотрел сверху. Наверное, так себе представляю. Может быть, я не понимаю вообще, куда мы сейчас едем. Мне страшно. Мне страшно, что пилот может потерять управление. Но это его проблема. Если бы не мы в корзине были, то его бы проблема. В принципе, и наша. Ну ладно, пока что так. Сейчас отправляемся в Таркай через 15 минут и там уже будем загружаться. 18.35, уезжаем в Таркай. Саш, расскажи, как твои ощущения перед полётом? Такие же самые. Ничего не меняется? Сноватость. Тебе не стало страшнее? Да. Наоборот. Как думаешь, кто с нами полетит? Сколько человек? Шесть человек, написано. Четыре китайца с нами летят. Нормально. Семь часов, приехали на Таркайский вокзал. Нужно прочитать правила и подписаться. Дали такую инструкцию. Это то, что можно делать. Тут и с другой стороны, что нельзя. Вот это мне нравится картинка. Вот это? Когда тебе будет вот так переворачивать на 90 градусов. Что-то нужно обеими руками держаться. Слушай, очень хорошо. Ну, я не зря кроссовки приодел. Страшно тебе? Нет, не страшно, весело. Лененькая, очень здесь. Как ты себя чувствуешь перед полетом? Прекрасно. Прекрасно? Да, ждать только что-то. Приехали, непонятно сколько. Уже 10 минут стоим. Хорошо, давайте идем на карту. Вон наша машина оказалась, что едет. Сейчас будем туда спускаться всей нашей группой. Потому что наша машинка туда не может поехать. Вот, наконец-то выбрали место возле леса. Это типа как стена от ветра для того, чтобы когда будем взлетать, ветер не дул и не мешал прямому взлету. Пришлось немножко пройтись. Вон наши машины. Китайцы отстают. Вот, ну и пришли вот в это место. Сейчас будем разбирать шар. Страшнее. Страшнее стало? Да, от того, куда мы приехали. Боишься на это? На сук зацепиться. Короче, разбираем шары и будем уже взлетать. Что есть внутри корзины? Каких-то три отсека и все. Больше ничего нет. Вот, вот эти штуки держаться. Проверка. Это тоже нормально, когда корзина, финальная позиция лежит на боку. В этом случае мы все, когда так лежим, лежим на спине. Да? И держимся обе руками. Пока ребята готовятся. Я ем щавель. Вкусно? Не, не хочу. У нас розовый шар. Я этому очень рада. Ну, смотри, там еще он. Наш розовенький. Голодный мой. Все, как ты хотела. Да. Мы уже внутри. Блин, очень страшно. Вот, все. Все? Все? Первая секунда. Уже не страшно? Страшно. Не очень. Вот он, наша красавица. Хорошо, что мы в Виндзах. Да. Наши тень. Наши тень. przedstawine. Ну вот. Наши тень. Тень. Наши тень. Продолжение следует. Я free, I'm free, I'm free, I'm free I'm free, I'm free, I'm free I'm free, I'm free, I'm free Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 холодно то есть как ну я думал залетим там будем замерзать там там не было холодно и такой есть еще тоже момент когда он вот нам сказал этот инструктор пилот наш что что мы не чувствуем ветра потому что мы летим со скоростью ветра и это прикольно было понимать что ты летишь со скоростью ветра и вообще ветра нету на самом деле если просто подняться на высоту максимально на которую мы поднимались 600 метров там большой ветер был бы на так как мы летели скоростью ветра ветра не чувствовалось да мне очень понравилось то что наш пилот он был очень квалифицированный очень опытный и часов пол полета у него был опыт да и он был очень разговорчивый такой он на разных языках говорит абсолютно на немецком на английском на русском на литовском и он так всем понимал настроение очень много чего зависит от пилота процедура крещения которые мы прошли после полета это вообще отдельная история если у нас был другой пилот мне кажется что все бы было не так весело как вот было у нас он очень позитивно это все сделал с улыбкой потом нас привез фильм нас тоже по дороге мы его там расспрашивали обо всяческих вещах он нам все рассказывал и это было очень интересно даже китайцы которые с нами летали они были в шоке да он с ними на английском общался из по-русски там с людьми общался и по литовски то есть он пытался вот со всеми наладить всем все рассказывать чтобы все все понимали вообще полет был максимально комфортный комфортный еще есть такая штука вот когда ты залазишь в корзину ты выбираешься место в принципе те кто первый залазит они поближе к этой горелки получается так что и в начале когда он ее зажигал этот огонь чтобы наполнять воздух теплым шар теплым воздухом я стоял возле нее и мне было вот как бы горячо и неприятно постоянно вот этот пламя казалось даже волосы сейчас обожжет но на высоте когда ты поднимаешься и там немножко так прохладно то вот этот огонь от него исходит тепло приятное и каждый раз когда подогревал этот шар то исходило тепло и это было прикольно это уже как бы плюсом стало хотя казалось мне что это некомфортно будет в полете что касается того как мы залазили и как мы приземлялись это вообще отдельная история потому что залазить нужно готовиться очень быстро ну нам повезло что у нас не было прям такой жесткой необходимости не сказали как бы там что надо быть готовым залезть очень быстро и вылазить не даже не то что вылазить а само приземление оно было очень жестким но как оказалось у нас было самое мягкое приземление потому что мы приземлились на но все равно довольно жестко там ну видели как шар он падает то есть и вот эта корзинка ее прям бьет по земле и внутри внутри ты вообще вот тут все сотрясается но это довольно прикольно там все смеялись внутри там вообще всем весело было нужно было занять особо особую позицию сгруппироваться это все тоже конечно объясняют заранее и поэтому удары которые мы получали от приземления они не были такими критичными но здорово было то что опять таки же все зависит от того насколько опытный пилот и насколько он настраивает у нас было настолько приятно он заранее предупреждал что вот ребят примерно в этом поле мы сядем вы пока не группируйтесь но будьте готовы и ты уже настраиваешься что вот скоро мы приземлимся в конопляном поле приземлились просто в прекрасном я не знаю как мы туда долетели в поле где было много крапивы вот и кстати в юбке тоже возможно летать потому что говорили то что нужно спортивный костюм одевать я его специально не надевала надела юбку по привычке и все было хорошо но главное не надевать наверное облегающую такую юбочку которую там ноги вообще не раздвинуть вот такую не нужно все комфортно и полет вообще проходит спокойно саму корзину вообще не трясет спокойно можно снимать сверху фотографировать хоть кажется непривычно высота тоже не страшно было как я думал поэтому ну там любом там дети вообще веселились в корзине у нас радовались очень просто наслаждаешься летишь и наслаждаешься природой вот так вот был так прошел полет да очень красиво и мы еще отметили то что мы думали что будет очень сильно паника внутри корзины то есть знаете когда много человек собирается в каком-то таком пространстве замкнутом и кажется будто бы нужно быстрее фоткаться потому что мало ли там пропадут эти виды и я была настроена на то что будет толкучка какая-то дикая там боялась телефон вы достать чтобы его не выкинуть случайно но было но было все настолько комфортно настолько круто что там сначала мы поднялись все такие вау-вау пофоткались пофоткались первых пять минут а потом просто все как будто бы отложили телефоны и просто летели и наслаждались вот мы делали то же самое 8 человек нас было в корзине и у каждого как бы свое место было там прикольно то что не нужно типа ворачиваться толкаться потому что пилот он всю всю эту корзину разворачивает то есть если вначале в одну сторону смотришь там полетишь 10 минут потом он разворачивает ее и ты уже смотришь другую сторону такая что панорама была со всех ракурсов периодически это корзина крутится и там все видно если это тоже такой плюсик плюс на но не каждый 10 минут он просто в каждой местности в которой мы были но периодически периодически он ее поворачивает да и это чем-то похоже вот то что мы видели на то что обычно мы видим с дрона когда съемки проходит но только в в живую глаза в живую и вот картины которые были под самой корзиной не просто когда ты смотришь прямо а под самой корзиной вот они были более впечатляющими потому что я так понимаю что когда дрон снимает он тоже снимает не под собой а по разному прямо ну я по крайней мере очень да но я по крайней мере очень редко видела картины вот именно съемки под объектом который потому что мало захватывает да и вот было очень интересно лично для меня смотреть не куда-то вдаль а вот именно под нами это чувствуешь скорость да структуру вот это вот рельеф такое над макушками деревьев очень прекрасно пролетать кто-то прям очень там в метре от воды даже летел да ну инструктор не инструктор а пилот рассказал что они стараются на разные высоты поднимать корзину чтобы мы прочувствовали и насколько максимально может подняться корзина и насколько она может низко лететь чтобы там просмотреть низко мне ниже мне больше понравилось больше динамики но хоть меньше видно всего но зато как-то ты вот прям все видишь там зайца вон мы наблюдали тоже зайцем бежал всякие норки эти видно животных там ну как-то больше ты в природе а когда сверху это такое получается больше как на самолете летишь на ком-то или на дроне тоже более привычные виды когда летишь прямо над деревьями это что-то необычное потому что как как-то где-то еще вообще так полетаешь или на дроне посмотришь с камеры как это выглядит или и все или такая эстетичная где-то на вышках там ну вот куда-то ты сверху залезешь только можешь наблюдать но вот движение это редко такого поэтому это вот интересно было такие ощущения так что все ребята мы советуем всем попробовать этот полет на воздушном шаре хотя бы раз в жизни это не страшно и это очень комфортно это прям такой отдых для тех кто любит природу лучше летать где-то вот реально над природой полететь на ты строка и чем из вильнюса да но я думаю что мы когда-то попробуем и над вильнюсом пролететь потому что нам сказал пилот что те кто летали вечером например на тракаем должны пролететь еще утром над вильнюсом ну либо наоборот как-то сменить утро и вечер и сменить город и будут совсем другие впечатления не нужно не нужно ждать экшена какого-то там мега как на аттракционах такого нету там просто такой получается как прогулка прогулка на природе вот просто на воздухе вот вот такие вот эмоции такое спокойствие наслаждение визуальное летишь просто смотришь на этот мир на природу с высока и кайфуешь вот все вот такая вот прогулка получается поэтому даже можно кстати кофе там брать че хочешь мне кажется можно еду там это без проблем только там нельзя спиртного пить все не выпрыгнуть потом показать это очень круто то что при крещении было безалкогольное шампанское мы сначала думали что мы пить не будем когда его наливали но потом когда нам сказали что без алкоголя мы так обрадовались да они молодцы что реально без алкоголя на шампанское я первый раз попробовал без алкогольную ну вкусно кстати очень неплохо да так что ребята пробуйте это был наш опыт наши впечатления такие интересные все всем пока